Так, дорогие мои, вы говорите, потому что это видео. Вот, важно действие. Катенька, вот так вот. Я вас целую и люблю. Это дочка. Как зовут? Как зовут? Слава, пожалуйста. Да, начинается. От души. От всего сердца. В этот очень холодный. В этот очень предзимний. Какой-то очень неуютный, но всегда прекрасный. В храме Аркестра Дига Михаила. День для нас с вами клубу любителей вкуства русского музея. Пиват, 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 пиват. Изначально был таким, чреват. Несколько. Говорят, он высоко. Пиват, 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 пиват. Но слава Богу, что пока и будем надеяться и далее, всякие высокосности нас не коснутся. Но вы же понимаете, какая необыкновенная система пришла? Это уже не просто танк, это высокосный год. Но в жизни русского музея сплошные праздники. И те самые обязательные. Каждый год к исполнению 50 русского. Не только в России, но и за рубежом. Идешь это к базалу. Только протянул ручку для того, чтобы пропеть очередную песню знаменитому шедевру. Глянь, а его нет. Дело в том, что у нас теперь, какие наступили времена, произведения искусства зарабатывают. Соответственно, с этим, конечно, всякий раз, когда выставка, когда есть возможность показать произведения художников, скульпторов целиком и полностью, с этапами их жизни, с явлениями их творческого мастерства. Исторические, монографические – это бесценно. Графический материал можно показывать всего не более трех месяцев в году. Представляете, какой праздник всегда на выставке увидеть самое-самое графическое мастерство. И, конечно, огромный праздник был в начале этого года у нас с вами в Русском музее, в Мраморном дворце. Ах, как приятно называть дворцы Русского музея! Михайловский замок, Михайловский дворец, Мраморный дворец, Мраморный дворец, Прогоновский дворец. И так в Мраморном дворце открылась выставка Олега Вихмина. Это было в феврале, марте, и, конечно, весь город сбежался смотреть, потому что этого художника знают все. Я честно говорю, знают все. Все, имеющие то или иное отношение к изобразительному искусству. Ну, как этого человека не знают? Помилуйте. И вот самый главный в новейших течениях современного искусства заведующий отделом Александр Боровский написал потрясающую статью к той самой выставке, о которой я говорю. Эта выставка сопровождалась вот этим невероятным по красоте, по умности и художественной ценности своей каталогом. И, конечно, кусочек из этого каталога я сегодня в примере нашей встречи вам прочитаю. Просто если я буду читать буклет, который у вас у всех на руках, я буду читать до завтрашнего утра. А здесь все очень коротко. Короче, просто не скажешь. Это невозможно сделать. Итак, встаньте, пожалуйста. Заслуженный художник России, профессор, член Союза художников России с 1973 года, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, член-корреспондент Академии Гуманитарных Наук, член Санкт-Петербургской Академии Современного Искусства, автор и руководитель выставки молодых художников «Надежда» 2003-2013. Колоссальная работа. Автор проекта и руководитель Международной биенали графики в Санкт-Петербурге 2002-2008 год. Ну это вообще просто уникально. И Международной биенали графики в Санкт-Петербурге 2011-2014 года. Руководитель Международного фестиваля графики от авангарда до наших дней 1993-2007 год. Почетный профессор Пекинского университета. Почетный профессор Нангенского художественного института Китай. Почетный профессор Нангенского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Исанова. Учредитель фонда развития и поддержки графики и искусства графики. Этот замечательный художник, имя которого Олег Юрьевич Ехнин, автор более 70 книг, вернее, не книг, иллюстраций к ним, участник более 600 выставок в России и во многих других странах, человек, совершенно молодой человек, поверьте. Человек, который на сегодняшний день не имеет 78 персональных выставок. Я думаю, что это стоит ваших аплодисментов. Государственные награды, премии и дипломы Союза художников СССР, Союза художников России, Министерства культуры СССР, Министерства культуры России, Российской академии художеств, монокрасный лауреат смотров конкурсов изобразительного искусства, человек года 2008 Санкт-Петербурга, лауреат профессиональной книгоиздательской премии «Книжный червь», да-да, обладатель почетного звания и знака «Рыцарь науки и искусства». Ваши аплодисменты! Я сделала все возможное для того, чтобы достойно представить одного из самых знаменитых художников России сегодня в нашу 110-ю встречу, друзья! И так, с огромной просьбой рассказать о себе, о творчестве, о том, что всегда и навеки, на все времена будет великой тайной понимание каждого из нас. Что же это за чудо такое? Художник, гений, мастер. Вам слово! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ну, конечно, огромное спасибо за такие лестные для меня слова, за то, что вы здесь собрались. Я хочу, конечно, поблагодарить вас всех за то, что вы здесь, поблагодарить Турцкий музей, поблагодарить Викторию, Светлана Константиновна, за то, что все-таки меня пригласили. Мне очень приятно показать как бы такой довольно краткий, но итог своей пока на сегодняшний день своей жизни творческой. И я с удовольствием вам это сделаю. А перед тем, как будет на экране демонстрироваться работа, фильм, так довольно динамично будет, я хочу все-таки С кем вы пришли? Представьте, пожалуйста. Ну, конечно, гостиники, странно, конечно. Дело в том, что очень многие, конечно, болели. Естественно, кто-то подскользнулся, кто-то проследился, кто-то со спектакля поздно ушел, кто-то еще что-то. Вот, это по-разному. Ну, это можно понять, уже говорили про нашу погоду замечательно. Поэтому я хочу сказать, что прежде, ну, наверное, все-таки прежде всего я представлю свою жену, своего коллегу, своего, она, конечно, не художника, но она коллега, мне по, дело по работе. Ко мне, сюда, пожалуйста, ко мне, перед нами музыка художника. Это прекрасное величество, лизящество и необыкновенные творческие энергии. Для меня она Катя. Екатерина Михайловна Туржинина, которая, помимо того, что она занимается, конечно, и моими делами, и творческими, и связями, и всевозможными, и прочими делами, она еще является директором фонда искусствографии, она еще является и членом других союзов культуры, она занимается очень большой организаторской работой, так что, вот, Катя, в этом... самая добрая Настя встречает, она создает практически... нет, нет, не амазонная, создает сегодняшней презентации, поэтому, представив вам замечательное изящество и красоту этой замечательной дамы, я отпускаю ее туда, в конец нашего зала. «Альбомы» «Альбомы» только как раз курировал, который вышел. «Альбомы» «Альбомы» Ну, я просто еще не совсем, может быть, к этому привыкаю быстренько, конечно, Евгений Светлов, художник, он как раз, то, что вы увидите на экране, это его работа, это он все монтировал, сидел, все придумывал. Но Евгений, известнейший художник, он, когда я пропадал в Академию, он учился, так что можно считать, что он и мой ученик, и он уже, сколько там, чуть ли не, 30 лет уже в Израиле? 30, 30. Мы с тобой знакомы, 30. А, мы знакомы, 30. Да, 80 и короче. 87 года. И, и он жил в Израиле, приехал сейчас сюда, и вот он как раз автор здесь работает, здесь у него мастерство, и он работает как художник. Вот он автор этого фильма. Спасибо, Ажида. Я хочу представить еще свою дочь, дочь. Обязательно. Друзья мои, главный шедевр в жизни. Да, да. И не один. Не один, да. Это не один, но она здесь пока одна, Маша, Маша Ильина, Мария Ильина, она здесь живет рядышком со мной, самостоятельно, я очень рад, что она пришла сюда. А кто по профессии? Она по профессии инженер. Вот так вот. Не все дети художников становятся художниками. Она абсолютно технар. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, я представлю Михаила. Михаил, я, не знаю, по отчеству, как Юрий Ильич, тоже Юрий Ильич, да. Просто дружили не так давно, но у нас уже связи такие очень серьезные. И мы какие-то серьезные делом в Голотовке. А мы... А, ну, поэтому я не совсем быстро так говорю, поскольку мы не очень знакомы, но мы очень серьезные дела здесь уже делаем. Так что, спасибо. Михаил, я очень люблю. Вадим. Вадим. Вадим Свилентьев, это мой друг. Великий, он приехал. Он кино работает, художник по мне и прочим. Вот так что, сейчас занят на фильмах, на создание фильмов, и он ближайший помощник нам с Катей во всем. Самая главная команда. А, Бусой. Бусой. Да, Бушой мы пришли. Профессор, ну, сейчас уже академия Штилица. Бусой. Я открою тайну. Мы работаем над встречей. Ну, я тоже это подруга моего друга, дочери, поэтому я не знаю, как представить. Просто, видите, у некоторых жена спрашивает разрешение. Мусы, подруги, дочери, но вы чувствуете, спрашивают разрешение, не у меня. Спать можно или нет? Ну, в общем, красавицы, встаньте, пожалуйста. Красавицы, да, встаньте. Итак, друзья, встреча может начинаться. Ну, я еще хочу, конечно, подарок представить, который Светлане Константиновне я все-таки дарю. Все-таки на память, чтобы остался этот фильм. Он, конечно, есть в библиотеках музея, но я даю лично, мы с Катей дарим лично. Ну, сейчас, наверное, начнем, да? Все понятно, кто, ну, это Катя Екатерина Михайловна, дружинина, вот, твоя жена. И когда мы были, когда мы были, когда мы были в Крыму, в Крыму, почему, называется Катичай. Это, конечно, не паркет ее, это просто образ вообще. И там, мы, вот, нам Оксана Куренлина, наша подруга, организовала пример, и мы там работали, и вот, в Феодосии. И вот, по этому поводу, сделана картина, она осталась в арт-отеле, который нам предоставил все возможности для работы в Феодосии. Вот она была там выплана, и там осталась как подарок. Кот — это их кот, там, который был в гостинице. Черный кот. Может, кошка, я помню. Это один из портетов Екатерины, когда она сидела, сидящая в кресле. Он, кстати, в Русском музее на Устоке был представлен. Сейчас он находится дома, у нас. А это вот, мы сейчас летом ездили на машине по Европе, и объехали по Европе, и Катя была замлен, но отдыхали мы в Альпах. И вот в Альпах этот портет, ну, это был фленер тоже, там кто-то еще был в других местах. В Альпах, это один из красивейших женских портетов сегодняшнего дня. Ваши аплодисменты, Катя, с вами. Этот портет попросили на выставку в Париж. Мы с Катей посвященнице не отдали, потому что не хочется уже отдавать его. Он висит, Катя, в кабинете. Он продолжался, началась работа в Альпах, в французских, потом она продолжалась в Харловых Ларх, где мы тоже останавливались. И немножко еще написывался уже потом, когда мы приехали. Ну, почему он здесь находится, потому что все-таки один из последних портретов Екатерины. Впереди еще замысел-то довольно много еще будет, будут портреты различные. Вот пока это вот из последних. Диван как раз с того места английского. Французский. И картина «Цветы Петербурга», она посвящена победе, она посвящена, посвящена, вот видите, салют, все. И я, наверное, завершаю этой картиной, потому что все-таки жизнь прекрасна. И цветы, и салют, и салют, и салют, и салют, и салют. И салют, и салют, и салют, и салют. И салют и салют, и салют jokes. И салют, и салют, и салют, и салют. И салют, и салют, и салют. Хотя папа, литератор у меня военный. Редактор победоп Fleischowicz. И сам писал стихи, сам писал прозу. Ну, заслуживает деть искусств даже. И заслуживает весь культурный Nico. В общем, не военный, и военный журналист. И когда он уже не так давно, уже в 90-е годы приехал ко мне в мастерскую, в которой я сейчас нахожусь, И когда он увидел, что я встаю в шестьсот утра, а он встает после восемь, и когда он еще ложится, я еще работаю. Он, конечно, немножко оболтел, потому что он не ожидал, что все-таки, ну, что я с пятнадцатым живу один, но меня только и назад. Я думал, что художник этого делал. Иногда посещал. И поэтому я хочу закончить его стихами, которые после этого он вдруг раз и посетил, и написал мне. Папа мой умер уже в 2002 году, до этого. У него несколько книжек прошлого. Одна из них, небольшая такая, называется «Шутка в середине». Называется «Сыном любо-художнику» 3Т. Талант не только Богом данное, его питает непрестанное, до ломоты в костях, до пота всей жизни трудная работа. Да, труд – живая кровь таланта, кровь Пушкина и кровь Ребранта. Сида кипучая и чиста, труд – клетка мозга, клетка ТА. Клетка ТА, что называется нейроном, дающим импульсы Ньютоном. Воображение ума при пробивании сквозь туман к портам начертанного курса с оттачей полностью ресурсов. И 3Т. Нужно терпение, обвенчанное с вдохновением, рождающее телу верность и смелое утворение дерзости. С безудержным борьбовлением страсти так высь взлетает истинный мастер. Все это понятно тобой, твоих успехов станет гарантом, живешь от зорки до отбоя по жестким правилам таланта. И втреть таким же оставайся, но тут готов на мысли скорой, чтобы непрерывно возгорался в твоих пороховницах порохов. У тебя с вас могут быть. Слава Ильич Павлович. Удивительный художник. Знаменитый, невероятно. Художник, имеющий свой неповторимый, авторский, абсолютно всегда узнаваемый язык. Художник плодотворный, художник востребованный, художник великий, художник сегодняшнего дня. Спасибо, конечно, нового изведения. Продолжайте, будем работать. Дело в том, что в имени по поручению клуба любителей искусства Русского музея мы принимаем вас в почетные члены нашего города. Мы желаем вам радости, этого удачи во всем, всегда, в исполнении всех желаний, всего самого да и лучшего. Это наше объяснение в любви. Как и все, 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 как и все. И, конечно, о том, что именно здесь впервые. Давайте говорить правду. Впервые в течение жизни своей вот не было у художника такого. Специально для клуба любителей искусства Русского музея, для самого Русского музея, художник вот так, по-моему, просто великолепно рассказал о себе и творчестве. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо всем. Вы внимательно слушали. Было очень приятно для нас и вы готовы, когда нас встречали. Спасибо. Друзья, сейчас под правилом нашим, для наших дорогих гостей, для вас, дорогие юбиляры, для вас всех, мои золотые, обещанный, обозначенный программой «Концерт». Спасибо. 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 Спасибо.